Для образцового хореографического ансамбля «Сказка» поездки на международный фестиваль давно уже стали неотъемлемой частью обучения, где, как ни на крупных танцевальных марафонах, можно проявить себя и на других посмотреть. На днях ребята вернулись из Оренбурга, где проходил масштабный международный хореографический конкурс «Теви-арт Гран-при». В нем приняли участие 200 коллективов, а это почти тысяча танцоров, и «Сказка» вошла в число лучших. Очень сильные соперники были, были прям профессионалы практически, и мы, в общем-то, даже не верили. Мы думали, ну ладно, хоть если станцуем хорошо, ну ладно, хотя бы в суперфинал, может быть, мы войдем. А потом оказалось, что мы и в суперфинал вошли, и начали бороться два коллектива за Гран-при. На конкурс ездили две группы «Сказки». Младшая, которая называется «Облака», представила на суд-жюри танец «Кактус-Ёж» и получила за него диплом первой степени. Ребята из старшей группы «Крылья» тоже боролись за Гран-при, и борьба эта была очень долгой, пришлось даже перетанцовывать. Надо было быстро сосредоточиться, собраться с мыслями, и чтобы пойти и заново станцевать даже намного лучше, чем в предыдущие разы. Мы собрались, нас объявили, мы станцевали на одном дыхании, нам очень понравилось, было вообще замечательно просто. Главным соперником «Сказки» в борьбе за Гран-при оказался коллектив «Иные» из Оренбурга, но и после перетанцовки присудили ничью. Исход решил подсчет баллов. В итоге нам сказали, что вот, победили «Иные», а у нас отрыв 12 сотых всего лишь баллов от приза. Но только кубкам и дипломам лауреата первой степени жюри не ограничилось. Танец по ту сторону кафедры в исполнении группы «Крылья» отметили как лучшую балетмейстерскую работу. Это танец про профессоров, которые в жизни ведут себя такие умные, элегантные. А когда их никто не видит, они в душе дети веселятся, играют, делают все, что им на ум приходит. А когда их опять кто-нибудь видит, они опять серьезные становятся. Танцевать его вообще удовольствие. То есть там раскрываются эмоции, как себя показываешь, как актрису с такой стороны, но также там и технически можешь себя показать. Танец по ту сторону кафедры ставили выпускницы хореографического ансамбля «Сказка» Марина Балоева и Анна Шефова. Это всего лишь вторая их балетмейстерская работа, а потому получить награду было вдвойне приятно. Это очень круто, это очень здорово. Тем более на таком серьезном конкурсе получить единственную награду лучшей балетмейстерской работы. Это всегда говорит об уровне постановщика. А ведь самое главное – это идея номера, это постановка. Потому что детей научить танцевать на самом деле не так сложно. А вот поставить интересную работу – это очень дорогого стоит. Девочки совсем не расстроились, что на этом конкурсе не удалось завоевать гран-при. Будут и другие фестивали, где ребята докажут, что сказка лучшая. На ближайший международный конкурс «Санкт-Петербург» ансамбль отправится в середине декабря. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.